Чтобы собрать букет, флористу не нужно знать о счетах от поставщика. А курьеру не обязательно носить с собой терминал. С налаженными процессами у вас есть время подумать, как растить бизнес. И целый вечер вы можете быть отцом, а не предпринимателем. Вы создаете свой бизнес, а Тинькофф Бизнес создает инструменты для решения ваших задач. Тинькофф Бизнес. И дело делается. Тинькофф, он такой один. Колеса на буханке. И подумали, нифига себе, какие большие колеса, как классно выглядит буханка. Но потом мы привыкли уже к этим колесам, уже присмотрелись, пригляделись. И кажется, что они маленькие. В прошлой серии мы психанули и купили колеса от Т-150. Вот это вот стандартное колесо от Шишиги. Для буханки оно огромное. Но мы купили вот такое колесо. Вот это уже нормальный размер, я считаю. Теперь наша задача адаптировать центр колеса Шишиги под центр колеса трактора Т-150. Еще нам желательно, конечно, сделать так, чтобы был правильный вылет. В общем, нам нужно адаптировать вот это вот сюда, чтобы это колесо вообще могло крепиться на Шишиговский мост. Благо, у нас колеса Шишиги разборные. Блин, мне кажется, у нас сейчас ворота просто внутрь этого веса упадут. У нас все здесь разборное. Мы сейчас это колесо разберем. И эксперимент... 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 Экспериментально приделаем, соберем хотя бы одну версию. Посмотрим, что получится. Еще одна проблема. У нас здесь на территории есть грузовой шиномонтаж. И когда мы сказали, что нужно разобрать колесо Т-150, они сказали, что даже и браться не будем. Идите нахер. Ломайте руки сами. Поэтому это все нужно сделать вот в таких условиях. Вот, типа, у нас есть одна фомка. И колесо от Т-150. Вот вы все вроде умные. И никто не догадался, что же у нас здесь на раме будет в конце кузова. Мы уже ищем вовсю, короче, полусписанный Mi 8. И мы сюда его... Я же говорил с самого начала, бухалка будет летающая. Это же бухолет. Вот. И здесь будет стоять вот этот вот Mi 8. У него морда пилена будет, где сидят все. А здесь только вот винт сразу. Там вот хвост. И она будет вот так вот делать. У меня сейчас глаза лоптут. Все, я сдаюсь. Ай! Ой! Ай! Ой! Громко. Вот это вот. Недостаточно круто получилось. Все, у нас по диаметру. Ну вот. Все застряло. Отлично. Осталось приварить. Все. Спасибо, что смотрели этот видос. У нас ничего не получилось. Потрясти надо. Приподнять. Вот. Есть контакт. Ага. Он сюда не влезает, а туда он проваливается. И еще. Какой план? Домой поедем, Халик. Нужно найти самое верное решение. Самое верное, вот это самое надежное. Какое? Вот этот центр отпилить. Спилить все шпинки. Создать диск внутри диска. И все это в два раза обварить. Тогда это будет бессмертный пони. Но там внутри камеры. И обварить это не получится, пока мы его не разобрали. Смотрите, какое западло. Мы говорим про огромные колеса с огромными размерами. И у нас вопрос в 5 миллиметров всего лишь. Потому что, смотрите, как могло быть все просто. Мы берем иннер от шишинги и ввариваем его в центр вот этого колеса. Вот этого диска. Но он сюда не проходит буквально на 5 миллиметров. На размере диска в полметра. Да, на размере диска в полметра у нас не совпадушка в 5 миллиметров. Фишка-то в том, что вот этот иннер, он толстенный. И с него нельзя 5 миллиметров снять, иначе он превратится в дресню. Надо как-то здесь вот пилить. Но пилить вот эту вот огромную хрень из толстенной стали. Сколько мы дисков потратим? Аккумуляторов сейчас высадим. Я до последнего пытаюсь найти решение. Не пиля. Главная задача инженера найти самое простое решение. Самой сложной задачей. Даже если это решение будет гораздо сложнее, чем очевидно. Нет, сложнее подумать головой. Может быть, это нагреть, а это остудить на сантиметр? Это добило, а это просто... А это просто растечется, и оно там залезет. Сука! Я сейчас попробую, но если окажется, что это металл-сталь миллион, который просто уничтожит диск, то это бесплатно. Диск-то какой, блядь, одел! Он насквозь даже не проиграл. Сталь, пластилин, нормально. Все, а здесь дальше вот подточить, подстучать его туда, и он зайдет. Но, кстати, у меня почему-то, я не знаю почему, равномерно получилось отпилить. Он везде... Нет, вот здесь вот щелька. В общем, мы решили, что пока пилить это не будем. Нужно найти какой-то способ это отпилить, потому что это невозможно, это слишком дорого. Здесь нужно 6 дисков от болгарки. Мы пока что попытаемся это разобрать, потому что шиномонтаж мы не нашли. Точнее, нам нужен выездной и грузовой шиномонтаж, потому что вот это таскать по городу тоже нереально. Сейчас попробуем сами немножко подразобрать. А что так вообще беспонтово как-то? Она приклеена как будто навсегда. Может быть, нужно постучать кувалдой? К колесу? Нет, по тебе. Это же прям тренировка. Вот откуда пошло вот это вот кувалдой и колесо. Вот геморрой. Казалось бы, просто купите шины? Купите колеса? Нет, не купите. Самое сложное, когда вы купили. Вот дальше начинается жопа. Давай... Я согнул лом. Вот. Еще раз давай. Да да, блядь, это только первое колесо. Это даже не может. Давай. Вот, смотри, начинает получаться. Ой-ой-ой. А че ты отошел? Да мне страшно. О, все, почти вылезли. Чуть-чуть из старости, блин. Оно все, оно туда бутырюбало. Теперь, да, нужно там, чтобы отлепилось. Я предлагаю направленный взрыв. Нет, вообще, вообще мимо. Оно там как будто проклеено все. Друзья, мы тут поездили по соседним территориям, по промкам и нашли отличных мужиков. Наши подписчики, которые говорят, привозите колесо. Мы вам сейчас все покажем и расскажем. И поможем. Все, давай. Оп. Давай, давай, пойдем. О, а мы хотели это руками. Не, ну ты видел, он вот эту вот болту поднял. Как, казалось бы, я просто стою, но я устал. Меня прям сбегает. Вы меня тут, ты тут почти, а я прям такой, подожди. Мне так вообще, что либо корова рожает, либо у кого-то геморрой. Я как будто в... Ой! Кому-то в очко залезаю. Кто бы знал, что даже камеру из шины вытащить, это геморрой лютый. На! Пошла ты! Эпическая сила просто. А их таких четыре. Это одно, одно колесо, и мы его только разбираем. Из-за того, что у нас колесо огромное, нам нужно сделать такой вылет, чтобы, во-первых, колесо не стояло совсем снаружи, потому что это огромная нагрузка на мост. Как это объяснить, чтобы было все просто? У любой подвески есть точка вот вращения колеса. Я имею в виду передней оси поворотной, да? То есть это либо две шаровые, вокруг которых вот центр поворота кулака, либо на мосту вот эта огромная херня, на которой все поворачивается. Забыл, как называется. Это вот ось вращения. А есть еще угол обката. То есть чем больше вы проставки любите ставить, вот выносить наружу колесо. И когда вы поворачиваете колесо, если оно стоит около оси, оно вот так поворачивается. А если оно здесь стоит, оно вот так вот поворачивается. Понимаете? И это нагрузка вот на этот узел. И нам нужно сделать так, чтобы с одной стороны не было огромное... Вот это расстояние было не огромным, чтобы мост вообще выдержал. И, соответственно, чем больше вот это вот расстояние обката, тем сложнее поворачивать колесо. Да, есть гидроусилитель, но колесо-то вот такое, понимаете? При этом нам нужно как можно больше при этом его вынести наружу, потому что когда колесо повернет, оно вот так вот может повернуть. Да я даже не поверну его. Оно чуть-чуть вот так повернуться, и вот этой вот части уже в рессоры упереться. Из-за своего огромного размера. И у нас будет угол поворота колес вот такой вот все. Рессора, 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 рессора. Нам нужно побольше сделать. Тогда он будет больше поворачивать, чтобы отдалить эту штуку от рессор. Но нужен баланс. Это не тот случай, когда вы поднесли колесо, примерили, ага, нормально. Вы его не поднесете никуда. Короче, нужно еще не забывать одну страшную вещь. Это условия транспортировки. Машина не может быть шире 2,5 метров. Иначе ее никакой эвакуатор, не то, что она по габаритам не влезет. Потому что запрещено, в принципе, транспортировка даже таких машин. Это уже идет как спецтехника. Это трал, это машина сопровождения. Это стоит, там, не знаю, полмиллиона или сколько там уже стоит. Поэтому нам нужно при этом уложиться в ширину общую машины с колесами. Два с половиной метров. А мы не укладываемся никак. Еще и колеса не поворачиваются. И что делать? Значит, нужно иметь комплект колес. Переобуваться вот на вот... Ага. Я не знаю, Рома. Я вам отношусь. Вы говорите... Ты о чем мы разговариваем? Мы строим бигфуд и у нас проблема. Он бигфуд, его транспортировать нельзя. Я знаю, как сделать. Вот за ним чуть меньше. Но это будет фокус с переобуванием. Диск шишиковский встает и той, и той стороной. Шутка в этом. Мы говорим так, чтобы когда транспортируемся, габарит у нас в говорите. А когда приехали на место, мы, блядь, тратим три часа. И все четыре колеса разворачиваем. Умный, хоть и лысый. Чтобы снять колесо, нужно снять эту защиту для системы подкачки. А чтобы ее снять, нужно откопать сначала ее. Вот мы откапываем. Это тут, тут, нет, нет, туда. Блин, а такое все большое. Мне не нравится. Загружаешь, будешь. Где-то вот центр, да, вот. Ну где-то 87. 87, 87, 87, 87. Мы округлим до 90, типа метр 80, и еще, и еще 90, короче. И это? Это 2,70. Пизда. Мы не влезаем пока что. Ну, а у нас... Вот смотри, здесь примерно 32, а здесь общее 50. То есть, если мы развернем, будет меньше. Ага. На 10 центов. Вот это нам не будет лопат. С каждой стороны, подожди. 2,70, ровно 2,50 мы получаем. Смотрите, что мы решили. У нас же есть только две шины и два диска. Эти даже еще не разобраны. Нам все равно нужно покупать еще два диска и две шины. Значит, вот этот диск, он уже был переварен. По заводу вот эта привалочная поверхность должна внутри стоять, и вот здесь вот приварена. Ее переделали под нужды тех людей, у кого мы купили. Потому что это было на каком-то погрузчике, непонятно каком. В общем, не суть. Мы решили, что мы сейчас купим, поедем завтра, наверное, еще два диска, но в заводском исполнении, где вот эта штука внутри. И к ней мы, вот к этой штуке, мы здесь пересверлим отверстие, либо приварим просто сердцевину от шишиговского диска. И на вот этот вылет мы будем ориентироваться. Посмотрим, как он там встанет. И если вот это нам подойдет, чтобы не переделывать все диски, то мы просто вот эти переделаем по подобию тех, что купим. И вообще все будет хорошо. Но нам нужно две шины и два диска. Погнали! Так, значит, наступил следующий день. К нам приехал снова человек на поле. Уже сюда приехал. Вот, ответственные люди. Если кто на фуре застрял, вот, проблем больше нет. Значит, сейчас мы второе колесо сразу разуем, не сходя от кассы здесь. А еще вот этот человек, который сейчас стоит за кадром, он забыл сказать один нюанс. У него дедушка занимается тракторами. И у него, у дедушки, дохера этих колес. А мы два дня ищем эти колеса. А ты, блядь, молчал все это время. О, все. А он за камеру держит. А, нам камеру нужно... О, блядь, 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 блядь. Был про это, на, врача это геморрой. У меня пальцы в пол не оболели. Зато, вот, проникаешься уважением к намонтажникам, которые с грузовой техникой. К трактористам, которые... Да, вот это все в поле делать. Это вообще Unreal. Камеру убери. Мои пальцы так глубоко еще нигде не были. Я подталкиваю в твою сторону, но... Не смотрите. Ну, все, я не могу. Мне там приятно делать. Не снимай, камеру вырубай. Это тут по локоть в говне. Вот зачем он это сказал. До этого все так хорошо было. Тварь. Может быть, диск привяжем к трейлу? Давай. Это вам не на велосипеде, а шину поменять. Ну, сука, цепью камеру вытаскивать, это... Это прям вообще что-то с чем-то. Ага, хорош. Погоди, погоди, погоди. Тут прям хорошо идет. Потому что это правильная кампания. Задача усложняется. Человеку нужно ехать на эвакуацию. Дальше действовать будем мы и направленный взрыв. Уже больше взрыв. На, блядь, хотела нахуй, блядь, мы тебя сами трохнем. Получается, вы сильнее эвакуатора. Благодаря высокому уровню нашего интеллекта мы разобрали это колесо. Нашего, блядь. Вот он, гад. Это же Леша придумал. Ух, нашего. Мы сделали, все нормально. Теперь, значит, наша задача какая? Нам, чтобы варить диски, нужно заводской диск для образца. И мы будем ждать, пока нам его пришлют несколько дней. Нам пока что есть чем заняться. Нужно обслужить наши мосты. Все равно колеса нам сейчас как раз с них снимать надо. А мостам там прям конец. Они все хрустят. Нужно их сейчас разобрать, попытаться. И посмотреть, что внутри у них. Потому что мы такие мосты еще не обслуживали. Как их разобрать? Это прикручивается. Здесь, во-первых, в таких размерах все, что это просто, ну, очень жестко. А во-вторых, я чую, что мы здесь в этих мостах похороним бабла сейчас просто немерено. Да, шишига была за сотку, но вложить в нее вот просто в мосты. Мы вот что не разберем, там все, поминки. Тормоза. Все, вот мы еще ни одного подшипника живого не нашли. Они все рассыпаются. Все подшипники, все прокладки. Полуоси. Я устал? Все. Леха устал еще. Леху нового нужно покупать. Мы взяли полуось, чтобы отнести ее в бок, и она разорвалась. Как можно на шишиге? Это же самые неубиваемые мосты. Вот просто в руках развалилась полуось. Вот это вот шарик из шруса. Вот такое мощное все, огромное, надежное. Причем это было порвано на шишиге на родных маленьких колесиках. Оно ездило вот по той дороге между двумя деревнями, даже там для нее это не оффроуд, и оно сломалось. Да как? Пожар! И все, ты дурак. А что ты палил, дебил? Что горело? Ой, все. Ай, блядь. Вадик, какой Вадик? Мои поздравления. Хотите, кушатся. О! Ест! Пошел ты! Сейчас скажут, все я сделал. А знаете, почему у них получилось? Это я водички принес. Сука, гад. Какое? Братишка, я тебе покушать принес. Что может быть в поворотном кулаке у шишиги? Наверное... Говно. Говно. Давай только так, чтобы кулак не п***нулся из-за твоих листьев. Возможно это вообще... Я не знаю! Давай быстрей! Я готов! Ай, там рука же. Держи сам. Я боюсь. Свою-то руку мне не жалко. Послана! Смотрите, я все достал. Как обычно. Мы позвали Вадика. И он всех достал. И он все сделал. Я всех могу достать. Приступаем к разбору противоположной стороны. Ну просто тут, типа, спокойнее. Да я и так спокойно вообще. Изо всех сил спокойно. Да нет, ты как-то нервничаешь. Я сдаюсь. А в чем прикол? Да, уголь. Да, х**та, я загнулся. Нет, остальные гайки насмерть прикручены. Нам бы хоть одну открутить. Блин, такие приколы. Прикол! Ты не пусуешь. А что, блядь, делать? Ну если сейчас наш вот этот вот электрический сможет... Я нашел головку. Если он сейчас это открутит... Нет. В смысле нет. Я думаю, что он открутит. Масло с нитином. Теперь надо погреться. Вот так. Что, сломал? Ага. Шпиль? Да. Серьезно? Да. Хороший, кстати, болтоверт. И что, все остальные тоже ломаем? Погнали. Хорошо, сломалось прям. Что дальше делаем? Дальше сломай. Ха-ха. Классно. Нравится? Ха-ха-ха. Что? Открутил? А почему она в другую сторону? Сломала. А почему она в другую сторону? В другую сторону гайка откручивается. Что? Чего? Я не знал. В другую сторону откручивается гайка. А как так-то? А как? Я первый раз такое вижу. А почему? Это мы, получается, закрутили вот такую шпильку. Так что она лопнула. Гайка. Видимо, это из-за грузовой техники у них зависимость от направления. То есть левая, правая, весоль. Одно, ну что-то не разболталось. Ужиги ступицы в разные стороны разбираются. Ну что бы, колеса в разные стороны? Ну потому что грузовая техника, видимо, здесь сделаны и колеса так. Но это жестко. Это связано с тем, что мы никогда, никогда не связывались с такой техникой. Мы не знаем вот этих нюансов. Теперь знаем. Там что-то в комментах было. Да, в комментах там вообще будет просто орвыш и гор. Собор среди тех, кто шарит. Ку**ец. А мы не шарим. Я в шоке, если честно. Охереть просто. Ты посмотри диаметр, да? Это палец в перчатке тоньше, чем шпилька. И мы вот этой вот херней сломали ее. Самое интересное, что я посмотрел хреновую гору видосов. Прочитал просто горы всякого материала. И никто нигде не сказал, что, кстати, колеса в другую сторону откручиваются. Потому что это по умолчанию понятно. Калик, хоть раз ты такое видел? Я ни разу с грузовой техникой не работал. А я уверен, что на грузовой технике это норма. Просто для нас, дебилов, это типа чего? Но теперь мы стали умнее. Помимо того, что у нас гайковерт оказался мега какой-то мощный, мы заодно на этой технике сейчас проверяем головки. Мы пользуемся, вы знаете, у нас несколько наборов инфорсовских головок. И еще ни одна не лопнула. То есть, помимо того, что гайковерт это все порвал, ведь головки ни одна не лопнула еще за всю историю, сколько мы им пользуемся. Инфорсовские головки. Он у нас здесь инфорс, здесь инфорс, здесь инфорс. Там еще лежит инфорс. И на все это, кстати, в магазине все инструменты, по нашему промокоду, который вы видите на экране, есть скидка на весь ассортимент инструмента инфорс. Головки, вот я никогда не видел головок лучше. Прямо пушечная штука, всем советую. Ссылка будет в описании. Нет, а реально, это же смотрят люди, которые тащатся по шишекам, и они реально знают, но для них это вот как дважды два. Это очень жестко, это прямо стыдно. Ну ладно. О, все. Те, кто работал с шишигами, знают, как они устроены. Сейчас будет вам смешно, но вот кто не знает, вот мы, допустим, мы впервые видим шишигу. Вот именно ее технические особенности. Сейчас ее изучаем. Смотрите, как интересно у нее сделан гидроусилитель. Сама машинка вот эта вот рулевая, она сухая, то есть там внутри нет никакого гидроусиления. Вот патрубок пошел, пошел, пошел. С этой стороны он заходит вот в эту тягу, вот в эту тягу. Вот, причем он здесь зашел и тут же вышел. И пошла туда вот трасса, и там между орехом моста и вот этой тягой, которая между меня кулаками, связывает правое и левое колесо, там стоит гидроупор, который уже усиливает все это дело. И по сути гидроусилитель у нас под мостом. Ну, именно исполнительный цилиндр гидроусиления. А в какую сторону качать, то есть в правом поворачиваем или в левом поворачиваем, я так понимаю, что каким-то образом вот здесь вот клапан этот стоит, наверное, вот этот шток, видимо, там поворачивает его, когда мы тягу вот эту вот, машинку крутим, тяга вот ее туда-сюда делает. Для этого есть интернет, но... Да нахер этот интернет! Ты что думаешь, что когда шишику изобретали, у них интернет было, они что-то записывали туда? Нет! Короче, нам очень много людей советуют поставить типа гидроповорот. И мы об этом думаем с самого начала нашего проекта, поставить гидроповорот. В общем, суть в том, что нет никакого рулевого вала. У нас стоит руль, который поворачивает там такой блочок гидравлический. И из него только патрубки выходят. И мы поворачиваем, и у нас сразу же оттуда идет давление в один или в другой контур. А на мосту прикручен гидроцилиндр, который толкает или втягивает как раз-таки колеса. Поворачивает вправо-влево. Очень классная система. Вообще у нас проблем с расположением кабины нет. Потому что у нас машинка в данный момент смотрит вообще непонятно куда внутри кабины. Но это дорого. Во-первых, мы с этим никогда не работаем. Если кто-то, у кого-то из вас есть такой комплект и есть опыт, есть знания, свяжитесь с нами. Если по цене это будет адекватно, мы у вас все это дело купим. Но пока что мы находим какие-то неполные комплекты за какие-то бешеные бабки. Сейчас все будет происходить. Значит, Леха поехал у нас за запчастями, подшипники, сальники и так далее. А мы в это время будем пытаться вытащить эту шпильку отсюда, которую мы сломали. Мы по-прежнему не знаем, может ли она сюда полностью выкрутится, или она только туда выкручивается. А здесь законтрина гайкой. Что происходит? С какой стороны, точнее с этой стороны какая резьба? Загадка. Но мы ее сейчас разгадаем. Все будет хорошо. Леха привез запчасти. Смотрите, какие огромные колодки. Просто жестко. У нас в круг новые тормоза будут полностью. И полностью мы обслужим передний мост. То есть все вот эти вот подшипнички новые и так далее. Стоит в целом по адекватности, стоит адекватно. Но по вкусу не очень. Потому что 5 рублей за мост. То есть для такого размера колодок, 4 колодки за 5 рублей это хорошо. Это нормально, адекватная цена. Но проблема в том, что здесь все вот такое большое. И вот, допустим, надо обслужить передний мост и тормоза. Это 30 косарей. А вы говорите, гидроповорот поставьте. Откуда у нас денег нету на это все? Теперь, значит, что мы будем делать? А, что мы будем делать? Самое главное, полуоси нету. Нет, она есть в Питере за 26 рублей. Идите нахер с такими ценами полуоси за 26 рублей. Но в Великом Новгороде есть сильно дешевле. В Нижнем. Там где-то говно производится. Ну, в принципе, да. В роддоме вот этого говна все стоит сильно дешевле. Мы заказали, но это будет идти какое-то время. Плюс мы в Питере не нашли несколько подшипников, которые нам нужны в мост. То есть запчастей в целом не все есть в наличии. А то, что есть в Питере, это за оверденьги. Короче, все под заказ. И нам нужно ждать, пока это все приедет. Плюс еще колеса мы ждем. В общем, мы здесь пока что в жопе. И чтобы не терять время, что мы будем делать? Смотрите, какая у нас есть проблема. Вот у нас выход коробки, где еще фланца нету, но он будет. А вот у нас вход раздатки. Он сильно ниже. Плюс к тому, на нашей этой раздатке нету вала отбора мощности для лебедки. В общем, нам нужно это как-то решить. И мы придумали как. Это раздатка от БТРа. Во-первых, у нее есть выход на вал отбора мощности. Во-вторых, ее геометрически мы можем поставить немножечко по-другому. Короче, что у нас вход будет выше. Выходы на наши карданы, на мосты ниже. Потому что мы не можем взять просто шаширинскую раздатку выше поставить. Потому что у нас карданы пойдут. Во-первых, положи ее. Во-вторых, она собрана неправильно. Ты ее сейчас показываешь. Разница вот такая она. Вот. Разница в высоте вот такая. А не, как ты показываешь, метр. Она встает вот так. И вот эти два входа мы меняем местами. А что? Смотри, я тебе объясню. Вот это ком. И вот это ком. Коробка отбора мощности. А это вал считается. То есть, бум, вал отбора мощности. Здесь, видишь, у каждой свое включение. А это понижение. Ну, то есть, пониженное и повышенное. Там внутри получается прямой вал здесь, прямой вал здесь. Сейчас мы крутим вот этот. Как дела? Что он несет? Вот этот прямой вал нужно перекинуть сюда. У нас отсюда будет с коробки приходить на вот эту вот штуку. Оно все взаимозаменяемое. Они все меняются местами. То есть, у нас сейчас передний мост здесь включен. Задний мост уходит туда. Здесь будет приход с коробки. Вот это будет вал отбора мощности. Давайте я вам переведу. Это раздатка от БТ. Все с нуля. Ее фишка в том, что она мощнее. А у нее понижение же что-то другое, да, по-моему? Нет, такое же понижение, но она все равно крепче и мощнее, чем шишиковская. Ее главная фишка в том, что ты просто загрузил в ОМ, в ОМ, в ЦОМ. Что такое? Вот фланец. Это понятно людям, понимаешь? Вот эти вот штучки с фланцами, их можно менять относительно друг друга. И мы пересоберем ее так, что у нас вот отсюда с коробки пришло. Туда ушло, сюда ушло и здесь вышло. Вот так надо. Только есть фланцы, которые на жесткую подключены к валам. А есть фланцы, которые включаются и выключаются. Да. И мы, соответственно, нам нужно вот эти два сейчас местами поменять, чтобы на жесткую приходила с мотора, а включался назад лебедка. В общем, эта штука очень хороша и денди. При том, что мы вот это все поменяем местами, у нас получается, что вал отбора мощности пойдет назад. То есть у нас вот эта вот лебедка будет уже не спереди, а мы ее назад поставим. И это правильное решение для нормальных пацанов. Объясняю. Короче, смотрите, если вот эта вот асфальтовая идеальная дорога, потом идет гравийка. Это уровень оффроуда, чтобы вы понимали, я вам рисую. Я не из головы это беру. Дальше идет кустарник, потом идет лес. А здесь, вот здесь край света. То есть вот когда по земле идти до упора, где край земли, там обрыв вниз. Так же у Лозоболы? Давай быстрее уже. Сбал ты всех уже. Реально. Этот истерит, этот сидит вообще. Давай быстрее. А этот, смотри, он вообще с ума сходит. Он не знает куда. И несет какую-то египетские иероглифы, начал рисовать. Кому это надо? Кому-то понять. Я объясню, что нужно, если лебедиться, только назад. Потому что... Я тебе объясняю. Эта машина без лебедки доедет досюда. Вот здесь она может застрять. Вперед некуда. Некуда лебедиться. Туда тебе не нужно. Где она застряла, дальше нету ничего. Что если тебе нужно? Да нет. Ну то есть, если она застряла, впереди океан уже. Ну на дно. А как она туда ехала тогда? За грибами. В океан? На побережье. Береговые, океанские. Эти знаешь, как хорошо идут? Я считаю, что нормальные пацаны застревают только там, где уже дальше некуда ехать. И лебедиться в ту сторону смысла нет. Так что застряли, значит только назад. Можно отъехать и поехать в другое вообще место. А здесь вы миссию выполнили. Все, дальше некуда. Некуда. Дальше обрыв. А есть еще одно объяснение для чаткачей, которые на самой лучшей машине приехали на оффроуд. Почему лебедка должна быть сзади? Потому что она не для вас. Вы по-любому проедете. А лебедку вы будете потаскивать вот этих лохов сзади, которые застряли. Вот поэтому нужно лебедку иметь только сзади. Вам она не понадобится. Выкрутился. Выкрутился, да. Вон внутри вот эта вот вилочка обычная, которая вот этим штоком включается. Тык-тык-тык-тык. Тык, я сказал. Не хочу. А здесь вот выход обычного вала. И здесь такой же вал, видимо. Мы просто меняем их. Все. Вообще не хочет. Эй, БТР. Тихо. А может быть нужно снять эту гайку, снять планец. И там вообще другая система какая-то с этой стороны. А если так, то мы в жопе. Тогда придется вал вообще вынимать с той стороны. Я не знаю, наверное. А ты откуда вообще взялся, что это все легко снимается и меняется? Мне это сказали, и это написано в интернете. В интернете я так не вру. Все, снимаем. Они сказали, что они не мошенники. Не получается. Ладно, я открываю интернет. Все, пи***ь. Шел, 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 да? Вот. Я же говорю, что здесь вал одинаковый. Да, одинаковый. Да. Можно пи***ть его сюда. Нет, нельзя пи***ть его. Или можно? Нельзя. Можно. Его туда надо пи***ть. Он тут вон. Какая разница? Да, его сюда надо пи***ть. Сюда его пи***ть. И он выдавит подшипник. Я, оно просто вал поменяется. Да. Повернется и все. Смотри, вот упор, вот он. Да. И он так же вдевывается, потому что эта на вилке должна же ездить. Обосраться! Вот эта повышенная, то есть вот этот ведущий вал, большая звездочка ведущая крутит маленькую, вон ту вот ведомую. А эта пониженная, маленькая ведущая звездочка крутит большую ведомую. А в середине нейтраль, ничего-ничего не крутит никого, никуда. Сдвинули в нейтраль шестерни и вы посмотрите, вот здесь вот есть вот такая вот штука, которая не даст никуда двигаться. Короче, мы нашли способ только выбивать это целиком, но, насколько мы знаем, раздатку БТРа убить невозможно, поэтому мы не переживаем, взяли молоточек, попробуем легонечко постучать. Ой, бубушинь. Да, идет, смотри, идет. И пальчики у меня идут, нахер. Да давай не ной, ну, давай, мужицкая машина, бля, вообще БТР, да ты не шиши, да. Еще! Еще! Идет деревяшка только у нас, вот смотри. Ну, а это плохая деревяшка просто. Ну, давай вдвойне. Ху, пальчик у меня. А, бля, бля, нахер, выше, он выше ударил мне прямо в руку кувалдой. Так, сильно... Стой, выпал! Ой, большинник, может быть, не срубку почитать. Может быть, лупить дальше. Все, сразу, пока наша логика работает безотказно, и мы не сломали раздатку БТР-а. О, вилками. Ой, что, ты ничего не сделаешь. Теперь надо отсюда снять подшипник. То есть, это только туда, если, а это вот как снять. А он здесь не пройдет же. У него, вот, его ось, она тоньше, чем эта. Почему он, знаете, много думает, мало делает? Я очень много думаю. Почему, если ты так думаешь, что появляются ошибки, типа, кайфи в другую сторону? А это, кстати, тогда я не успел даже подумать, а вы уже сломались все. Дай бы мы себе 2-3 дня, да, ты бы точно разобрался. Хорош! Что-то произошло не то, потому что он на месте все еще стоит. А, да, мы съемник кончили. Ура! Раздатка победила съемник. Тут резьба решила выйти. Значит, что-то мы не так, наверное, делаем. Какой план? Что дальше делаем? А надо разворачиваться и собираться в обратную сторону. Вот, все-все-все, берем эту маковку. Подожди, давай. Вот так. Я отсылаю сюда эту. Да. Не той стороной, нет. Нет, не той. Лав, лав. Ну, суй. Да ты суешь криво, потому что олень. Ну, как он тебе по диагонали-то зайдет? На, сам суй. Так вот именно надо вдвоем. Пи*** ты лось, блядь. Просто я ва***. Подожди, а вот это... Напугался? Нет, обжегся. А вот здесь вон бровень. А тут знаешь, как мы это можем понять? По валу, который сюда должен убереться. А здесь, когда вставится в упор подшипник, мы пробить можем дальше. Да, мы можем засадить. Просто потом. А давайте попробуем сюда. А в идеале еще бы и закрытый. А давайте, а давайте. Вот смазываться не надо. нет здесь что-то еще должно быть где корпус этот вот это не тот потеряли часть раздатки бтр пока еще ничего не сломали но потерять уже успели что не нашли пока мы снимали этот подшипник мы его полностью убили и на удивление мы нашли такой же новый даже со стопорным кольцом и так далее вообще странно я думал мы такой не найдем питере в наличии и нужно все собрать итак раздатка собрана обратно ради чего вообще все это было теперь у нас по-человечески значит оттуда с мотора с коробки приходит это вводной вал это у нас на передний мост и он отключаемое это у нас на задний мост и здесь у нас еще вал отбора мощности который тоже свою очередь отключаем теперь у нас компоновка раздатки правильная ее можно будет ставить туда но чтобы ставить туда раздатку нам нужно хвостовик коробки которую нас нету огрызок кардана под камен с которой его тоже нет у нас ничего нету. Самое страшное в этой всей истории, вот мы никогда не связывались с оффроудом и с грузовой техникой, а теперь мы поняли, что нету запчастей ни хрена вообще. В Питере на Шишигу ничего не найти. Мы все магазины обзвонили, все просто посмотрели. Мы теперь ждем больших поставок. О, как двусмысленно прозвучало на нашем канале. Значит, к нам завтра или сегодня отправят колеса. Все еще двусмысленно. Нам нужно найти... А что у нас с полуосю, Лех? Она только еще планируется подтверждение за 16 тысяч одной полуоси из Нижнего Нового города. Плюс еще там какие-то подшипники, прокладочки и то-се. Сейчас будем это все собирать воедино, ждать поставки и наконец-то собирать это все уже на больших колесах и будет классно. Это будет в следующей серии. Подписывайтесь на канал. Мы поехали смотреть Mi 8, который мы прикрутим к жопе машины.